Всем привет, мои дорогие подписчики, с вами снова Диртпейс и это EVE Online. Так, у нас сегодня такая, на самом деле, очень прикольная новость. Начнем мы, пожалуй, с разговора про... Так, опять я кручу корабль. Не крутить! Так, начнем мы разговор про наше обновление, которое вышло 8 декабря с ивента. С ивента и параллельно я сейчас буду фармить ивент. К сожалению, его уже чуть-чуть подфармили. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть, чуточку подфармили. Ну, убили там пару волн фрегатиков, которые вначале приходят. И, как бы, ну, к сожалению, да, вот так вот. Я еще буду показывать фарм ивента. Будут выходить такие же ролики, как по Блудрейдерам. Так сказать, с фармом, что там падает и так далее. Но сейчас, как бы, у нас идет разговор больше про обновление. Ну, и также покажу фарм новой аномалии. Называется она цель операции Иней. Вот, вы видите, спамятся они в хайсеках, в лоусеках, в ВХ. То же самое, как и Блудрейдеры. Летим, короче, на аномальку на эту. И начнем мы наш разговор, пожалуй, с новых эффектов, которые добавили. Как вы видите, двигатели поменялись. Новые эффекты двигателей. Видите, у Варгура они еще цвет меняют при варпе на синий. Круто-круто это все выглядит. Потом также обновили эффект Smart Bomb. И еще обновили эффект щитов. Щиты, наверное, это вообще самая конфетка, которая получилась. Эффект брони. К сожалению, эффект брони я вам сейчас не покажу, потому что тупо нет возможности. И все, я бы показал, конечно, но, к сожалению, не получится. Не на чем. Я сейчас ВХ вешу, и мне не на чем просто вам показать, как идет танк броней. Может быть, в следующих видео с фармом этих операций я покажу. В общем, ну, давайте. Мы прилетели на эту аномальку. Цель операции Иней, все дела. И тут должны были быть две-три волны фрегатов. Но они умирают буквально с одного залпа EMPI-бомбами. Бдыщ. Вот, кстати, как выглядят теперь EMPI. Можете наблюдать это на своем мониторе. Видите, такая волна расходится. Раньше этого не было. Выглядит достаточно круто. Так. Просто убиваете их EMPI-бомбами. На Варгуре, так это вообще, они умирают с двух циклов EMPI. Особенно, если я сейчас нахожусь в аномалии с бонусом на EMPI. То есть, тут ВХ с бонусом на EMPI. И это все очень круто. Так, ну, в принципе, это понятно все. Летим к воротам и смотрим, что там за воротами. Также тут ворота есть. И пока мы летим к воротам, я расскажу про еще одну тему с обновлением. Это куча новых кораблей добавили. Во-первых, я, давайте так, народ, сейчас пока лечу, скажу пару слов насчет того, как сказать, моей информации. Я буду говорить поверхностную информацию о всем обновлении. Потом по каким-то пунктам, по отдельным кораблям, модулям я сделаю отдельные гайды. То есть, пока это общая информация. То есть, ничего прям чисто конкретного с цифрами, характеристиками и так далее не будет. Все. Начнем мы с нового разведочного бурового фрегата. Который вчера уже продавали чертеж на него за 1 миллиард исков. Вот такие дела. Падают они непонятно где и падают вроде на этих аномалиях тоже, на новых. На вот этой операции Иней. Смотрите, первая информация насчет фрегата для льда. Смотрите, сейчас покажу вам его. Смотрите, вот он, Endurance. Выглядит он круто. Мне нравится. Похож на, не знаю, какую-то детскую игрушку с такой раскраской. Прикольно. Endurance. Взят его, так сказать, внешний вид с проспекта. Выглядит он как проспект, только перекрашенный. Перейдем же к его бонусам. Господи, ну что ж я такой косяк. Так, смотрите. Быстро пробежимся по бонусам. Это фрегат для льда. Я так посчитал на пальцах. И мне показалось, что он лучше, чем лопата. По характеристикам. У него достаточно неплохие бонусы пассивные. Ну, 300 против буровых лазеров это ладно. Но установок для бурения льда 50% сокращает продолжительность цикла. Плюс по 25% за... Ну, вы видите, да? По 5% за каждый из навыков. Expedition фрегат и майнинг фрегат. Так. И также у него также система маскировки. Ну, то же самое, что все, что на проспекте. Но, помимо этого, у него гигантский отсек для льда. Это 15 тысяч кубометров. Это дофига. Серьезно. Это дофигища. Просто дофига. Больше, чем дофига, короче. То есть, по факту, он стал лучше, чем лопата. Особенно, если он... Его будет использовать для майна новых аномалек в ВХ. То есть, по слухам, ВХ добавили новые аномалии со льдом. Этот же фрегат сделан для ВХ. Значит, и аномалии со льдом для ВХ должны быть. Слухи такие ходят, пока я лично сам не натыкался на аномалии со льдом. Летим мы, значит, за ворота. И сейчас тут у нас будет 3 волны крейсеров. Крейсеры достаточно жесткие. Не в плане... Ну, как бы на Варгуре-то понятно. Срать на них 3 раза. С большой горы. А вот на, так сказать, чем-то более слабом это может быть долго. Ну, мы используем EMPI. Как же без них? EMPI, правда, жрут капу. Но в нашем таком фите нам пофиг на капу 3 раза. Так, смотрите. Сейчас я буду убивать их. Можно вообще не париться и убивать их EMPI. Потому что с таким бонусом на расстояние 8600 обычные смарт-бомбы. Давайте я буду их смарт-бомбами называть. Просто EMPI это наше, так сказать, внутрикорпоративное название этих аномалий. Потому что мы просто такие вот косячные. У нас на все внутрикорпоративные названия есть. Лоусеки это у нас минуса. Нули это нули, правда. С нулями мы не ошиблись. Ну, много всяких таких тем есть. Так что не обессудьте. Смарт-бомбы это смарт-бомбы. Это не EMPI. Ну, а не EMPI-смарт-бомбы. Но, как бы, это именно смарт-бомба. Так. Давайте дальше. Ну, давайте, как бы, я не буду на самом деле сейчас их стрелять. Сейчас EMPI-хи сами их убьют со временем. Сожрем 1к-бустер. Так, запустим цикл. Посмотрим, что у нас никого тут нету. И давайте приступим. Дальше. Ну, короче, знаете, как бы я характеризовал это обновление. Я бы характеризовал его, как... Здравствуйте, мы SCP. И мы решили добавить до хера читерских вещей. Начнем мы, пожалуй, с одной из, так сказать... Господи, да не липнет и никуда. С одной вещи, которую я бы назвал... Нубы больше никогда не будут фармить эти маячки. Потому что, к сожалению, все. Время нубов на маячках закончилось. Потому что... Потому что добавили новый фрегат Рэп. Ох, этот фрегат Рэп. Люди, вы сейчас... Ну, смотрите, в общем. Идем. Значит, пиратские армейские фрегаты. Идем по порядку. Первое, это Маулус. А теперь офигеваем. У него такой же бонус на дронов, как у Тристана. Тристан и так один из самых мощных... Ух ты, ебать меня, аж продавили даже. Без включенной танковки. Человек-косяк. А! Щит! Да, вот, подождите. Покажем вам щит, смотрите. Ой, они все умерли, печально. Смотрите, сейчас начнут меня бить. Вот, видите? Ну, давайте. Ну, что вы такие, блин? Они не хотят меня бить. Да, смотрите. Видите? Теперь в то место, куда меня попадает, возникает силовое поле. Да, я знаю, что я похож на монетку. Не обязательно это говорить. А, вот так выглядит откачка. Да, я монетка. Ну и что? У каждой расы это выглядит все по-разному. И, в общем, такая вещь. Теперь, когда, вот, видите, в то место, куда попадают, теперь вам не по корпусу бьют, а по возникающему силовому полю. Выглядит это вообще как круто. Мне очень понравилось. Прям вообще офигенно. Так, господи, меня аж всю капу потратил. Ну, да ладно. Сейчас мы пару камбустеров сожрём. Так, смотрите. Идём дальше. Значит, на Маусе я остановился. Смотрите, его характеристики. 10% повышение скорости наводок бортового и запас их прочности. И оптимальная дальность их, так сказать, тяжёлых варп-глушителей на 10%. Это уже охренеть какой бонус. Если кто не знал, тяжёлые варп-глушители это у нас скрамблеры. Так. И, смотрите. Смотрите, да, прилетел. Погодите секундочку, люди. Извиняюсь ещё раз, что я так прерываюсь. Ну, раз уж мы фармим, надо добить этого уродца. Это вот последний фрегат. Теперь CCP исправились. И они, так сказать, больше не сделали так, что он появляется вместе со всеми. Его можно убить и улететь, как было с блюдрейдерами. Теперь его надо, как бы, убить всех. Только тогда он появится. Вот с него падает контейнер, в котором будет наш выигрыш. Упасть с них может много чего интересного. Но, к сожалению, не падают. Потому что сколько у нас... Общая тема по корпорации, наверное, иномалик 50 уже таких сфармили. И кроме стандартного лута, который там падает постоянно, выпала только шмотка за 100 лямов один раз. Ну, внешка. За 100 лямов выпала. И всё, как бы, больше ничего не падало. К сожалению. К сожалению, ну так. Так, давайте я, на самом деле, сейчас уже соберу и полечу под пост. И мы там продолжим разговаривать. Потому что невозможно так во время фарма постоянно отвлекаться. Так, сейчас заодно посмотрим, что же там выпадет. Ну, всё стандартное. Две шмотки, которыми будет уже рынок перебит. И, так сказать, бустер, который даёт 5% полётную скорость и решающую способность обнаружения цели. Не такой уж прям крутой бонус. И, в принципе, этих бустеров вот у меня уже... Я сам лично уже 3 аномалии зафармил, хотя вообще не фармил. То есть, так, чуть-чуть. Ну, давайте я полечу назад под пост. Также изменили анимацию входа в ВХ. Только теперь вы как бы не проваливайтесь в неё, как будто вы залетаете в ворота. А теперь вас как будто там телепортируют именно. То есть, как будто ВХ вас телепортирует. Ну, в общем, смотрите. Идём дальше. Так, идём дальше. Значит, смотрите. Во-первых, ещё изменили пару эффектов новых, добавили у некоторых модулей. Ну, всё, я сейчас не покажу, потому что просто нет возможности. Ну, давайте приступим уже осматривать фрегаты. Все вы этого хотите и так далее. Господи, я опять закрыл его. Ну, смотрите. В общем, это чит. Мало того, что бонус на дронов. Да, я бы не сказал бы, что это прям много ТПСа принесёт и так далее. Ну, он может пять легких дронов призывать. Это уже круто. Давайте я открою для сравнения Тристан. Тристан один из самых мощных фрегатов из Т1, так сказать, проектов. Не фракционных, не пиратских, не Т2, а Т1. Ну, точно такой же бонус. По факту бонус такой же, как у Тристана на дронов. И плюс к этому, плюс к этому, ещё появляется такая вещь, как бонус на дальность скрамблера. 50% бонус, если у вас навык вкачан по максимуму. Это уже охренеть как круто. И, читаем. На 2 плюс повышает мощность помех, наводимых на варп двигатель тяжёлым варп глушителем. То есть, мало того, что этот варп глушитель будет теперь действовать на 15-20 км, если фракционный поставить и так далее. Так ещё и он теперь четвёрку накладывает. Теперь вам никакие варп стабы, вставленные в нубы корабли, не помогут убежать от Маулуса. Ну, смотрите. Чит, чит. Я считаю, что это слишком мощный корабль. Серьёзно. Ну, слишком крутые бонусы. Серьёзно. Потому что, ну, вред. Я считаю, что... Ну, понимаете, как теперь будут выглядеть флоты? Будут все летать вот на этих кораблях. Ну, нубы, флоты маленькие. Плюс ещё и Т2 откачки добавили. Фрегаты. В общем, я сейчас покажу всё. Давайте. Ну, первый корабль. Видите его характеристики. Смотрим, у него ещё и 2, 3, 4 слота. Тоже неплохо. То есть и танковку можно неплохую сделать. И ещё 2 пушки можно надеть. Любые. Потому что без разницы у него нет бонуса. Идём дальше. Виджил. Ещё одна машина-убийца всего на свете. Мало того, что у неё неплохой бонус на ракеты. 25-поражающие действия фугасных. 20-поражающие действия электромагнитных, термических и кинетических. Ближнего боя. То есть, ну, вы видите. За миноматой фрегат, так ещё и 50-процентное увеличение оптимальной дальность действия генераторов стадис поля. Ну, этим всё сказано, в принципе. Как бы ещё один читерский корабль. Ещё и две ракетные, а ещё одну пушку даже поставить можно. В общем, и по слотам тоже всё круто. Так, идём дальше. Также добавили грифин. Можете посмотреть его бонусы. Гибридные орудия. За уровень навыка. Сколько у него пушек? Две. И выходная мощность генераторов. Помех сопровождения целям. То есть, это ещё один читерский корабль, так сказать. Вы, в принципе, всё видите на ваших мониторах, так сказать, с его характеристиками. 352 слота. Ну и, господи, Crucifier, тоже Navy, тоже самое, короче. Считаю, что эти корабли чересчур мощные, но, в принципе, ладно. Идём дальше. По фрегатам. Значит, также у нас добавили фрегаты специализированных проектов. Это у нас... Так, стоп, я путаю. Это у нас не вот эти фрегаты, это у нас вот эти вот фрегаты. Фрегаты боевого обеспечения, дорогие друзья. Ну, смотрите. Это фрегаты для, так сказать, установок к накачке. Дистанционной накачке силовых полей. На 5% потребление энергии сокращается и размер сигнатуры. За уровень логистик фрегат. И на 10% производительность установок к дистанционной накачке. И потребление энергии. Также на 300% добавочную дальность. То есть, это у нас... Теперь, короче, маленькие флоты будут оснащены нормальными, так сказать, логистами. Нормальными логистами с крутыми кораблями и с неплохими такими характеристиками. Дорогие друзья. Ну, вы видите, все. Также у нас есть Керин. То же самое, то же самое, все то же самое. Талия. Выглядит прикольно. Мне понравился. Ну, вы, в принципе, все видите. Талия. На броню. Оптимальную дальность. Добавочную дальность. На 600%. В общем, жесть. Прикольный корабль. Выглядит какая-то рыба. Так. Ну, это ладно. Ну, как бы жестко бустанули, на самом деле, мелкие флоты. Добавили им крутые фрегаты, которые будут типа Маулоса. Добавили им откачку. И, к тому же, добавили им специально для маленьких флотов бонусники. Которые еще и хварпать умеют. Это мы сейчас перейдем к эсминцам. Я, наверное, подучу себе один из эсминцев. Ну, мне нравится Коракс. Я об этом уже говорил. И почему бы не полетать на нем. Хотя, это не то, что я ожидал. Я все-таки хотел, чтобы это был больше боевой корабль. Который имел бы возможность прыгать, так сказать, с флотом. Но, к сожалению, это именно логист. И он не будет так, как бы... Тот же Джигдоу, по факту, будет круче. Ну, перейдем, давайте, к ним. Мы посмотрели, в принципе, с вами боевого обеспечения фрегата. Ничего конкретного я не говорил. По ним, в принципе, это и не требуется. Я думаю, люди, которые шарят, они уже просекли всю фишку. Идем, короче, давайте к эсминцам. Новенькие эсминцы. Эсминцы-лидеры. И давайте начнем с этих лидеров, так сказать. Ну, давайте я буду рассматривать Коракс, наверное. Сторг он теперь называется. Раз уж начал рассматривать. Начал внешний вид офигенно выглядит. Блин, мне очень понравился. Рассветка такая, желтая, стали фонарики желтые. И он еще и сам такой красно-черный. Охрененно все. Ну, а теперь идем к характеристикам. Так. Ну, 10% увеличение действия ракет. Ближнего боя. Ракет малой мощности. И повышение сопротивляемости силового поля. Неплохой бонус. Также навык лидера и сокращение продолжительного рабочего цикла генераторов разгонного поля. Это микро-джамп-драйвы. Это как раз вот эти вот новые модули. Джамп-филд-генераторы. Которые работают как... Ну, смотри, сейчас объясню, как они работают. Это, значит, 100-километровые прыжковые двигатели, как у Варгура. Но они переносят вместе с собой рядом в 6 километрах то, что от них находится. Все корабли, которые находятся от них в 6 километрах, они переносят вместе с собой на 100 км вперед. Смотрим, значит, что это нам привнесет, так сказать. Продолжительность цикла 9 секунд. Задержка повторной активации 2 минуты. Бонус к радиосигнатуре, бла-бла-бла, автоматический режим. Фигня. Ну, в общем, смотрите, что нам это привнесет, так сказать, в боевых действиях. Я пока не тестил сам их, но я знаю примерно, как они работают. Это привнесет нам, так сказать, перебрасывание маленьких флотов. И тут вставило два вопроса, которые возникают у меня, глядя на эти модули. Как они будут работать? Первое. Смотрите. Можно ли будет использовать этот модуль, если вы находитесь под полем стационарного дисраптора? Ну, то есть, вы поняли. Если вы находитесь под полем, так сказать, стационарного дисраптора. И тогда возникает еще один вопрос, как бы, как это будет переноситься? Перенесетесь вы вместе со стационарным дисраптором? Или вы выпрыгнете из этого стационарного дисраптора, при этом прихватив с собой ваших сокорповцев, которые к вам в 6 километрах находятся? Или вы перенесете этот стационарный дисраптор вместе с собой? И можно так ломить кого-нибудь, перенося, прыгая с дисраптором? То есть, если от вас убегают, и вы, в принципе, прыгнули, ну, это, в принципе, дерьмо как-то будет использоваться по мне. И тогда еще один вопрос встает. Можно ли переносить только свои стационарные дисрапторы вместе с собой? То есть, прыгать со своими стационарными дисрапторами? Или вы можете прыгать с чужими стационарными дисрапторами? Если вы можете прыгать с чужими стационарными дисрапторами, то это можно будет использовать как перенос стационарного дисраптора от вашего флота, чтобы ваш флот мог улететь. То есть, вы вместе со стационарным дисраптором прыгаете, а ваш флот остается. И все круто, флот свободен, но полетел. Еще одна тема. Можно ли будет использовать этот модуль, допустим, в таком ситуации? Рассмотрим ситуацию. Я лечу на сторке. Рядом со мной летит флот, допустим, 5 человек. И тут на нас нападают, мы атакуем, бала-бала-бала, мы проигрываем. Я вижу, что меня никто не хватает с крамблером, но, допустим, моего друга схватили с крамблером. Его держат. И вопрос. Если я использую стационарный дисраптор, использую этот микро-джамп-драйв рядом со своим другом, которого схватили с крамблером, смогу ли я прыгнуть вместе с ним? Если это да, это круто. Если нет, не знаю. Все это потестим, когда я смогу на него сесть. Потому что я готовился к выпуску этого корабля, но я не учел, что это будут именно лидеры. То есть, что это будет, так сказать, бонусник. Так. Ну, в общем, вот такие я вопросы поднял. Кто знает, напишите в комментариях. Мне интересно, как это именно работает. Потому что чисто я этого не проверял пока что. Идем дальше. Так же на 2% повышает эффективность работы или модули оптимизации силовой защиты и модули оптимизации меры. Это две, так сказать, два вида бонусов. Сейчас я посмотрю. А вот у этого корабля у нас другие виды бонусов. Броневой защиты и боевого маневрирования. У Амарского у нас оптимизация рэп и броневой защиты. И у Матарского у нас силовой защиты и боевого маневрирования. То есть, ну, у каждого вида бонусников свои бонусы. Это оптимизация меры и модули силовой защиты, значит. Также он устанавливается системой управления боем. Стандартная система управления боем. И, значит, мы видим то, что 95% сокращение потребления систем управления боем в мощности техреактора. И также влияние микроволковых ускорителей на размер сигнатуры. 50% уменьшение. То есть, это на самом деле не такая важная вещь, если честно. Ну, будет у меня сигнатура меньше. Ну, в принципе, круто, круто. Ну, не так важно. Корабли это типа могут оснащаться генераторами разгонного поля и системами управления боем. То есть, это бонусник, который может тыкать в себе два бонуса. На вот эти вот, на оптимизацию силовой защиты и на оптимизацию мер рэп. Смотрим его слоты. Под слотами все круто. 6 слотов большой мощности. 5 пушек можем установить. 6 средний. И 2 маленькой. В принципе, нормально. Танчит он у нас силовым полем. Поэтому тут проблем не должно возникнуть. Выучить я, наверное, выучу, но, к сожалению, да. Не через... Потому что он требует в своих навыках лидершипа в пятерочку и управления вот этими, сейчас скажу. Ну, вот это Sergio HP Specialization. Это еще требует в пятерочку. Поэтому как выучу, так выучу. Либо я, может быть, выучу это твингом. Потому что мой твинг уже умеет бонусы и, может быть, ему легче выучить колдарские эсминцы в пять, чем учить мне сейчас вот эти все бонусные навыки. Так, ну, добавили вот. 3 эсминца. Stork, Magnus, Pontifex и Bifrost. Ну, смотрите, как теперь будут выглядеть маленькие ганги. Ну, вы поняли, это будет один из бонусников. Много новые фрегаты на качке. Это будут новые армейские фрегаты. И это будет имба, короче. Ну, в общем, я не знаю, как теперь. Представьте, я сяду на Маус и поеду сейчас на маячках нубов ловить. Мало того, что... Кстати, народ, на заметку. Конечно, новички меня не поймут, наверное. Да и вообще, это подло. Это подло. Если я сделал, то новые корабли, когда они появляются, новые виды кораблей, допустим, вот лидеры, да, их надо добавлять в обзорную панель. Потому что, если вы не добавите их в обзорную панель, вы не будете их видеть. То есть, я сейчас полечу на Маус и гангать нубов на маячках. Я практически точно уверен, что половину из этих нубов мне отдаст. Потому что они просто не будут меня видеть на обзорной панели. И все. То есть, вот такая тема. В принципе, еще у нас поменяли характеристики модулей накачки, добавили оптимальную дальность. Но я, на самом деле, с этим еще всем не разбирался. И пока, как бы, времени нету. Я так по общим чертам пробежался сейчас. Если, в принципе, я более подробно разберу это все. И, так сказать, с цифрами и так далее. Либо, может быть, скину какую-нибудь ссылку, где можно это все в печатном виде почитать. Чтобы удобнее было. В общем, ну, наверное, на самом деле на этом мы закончим. Еще будут выходить видео по, так сказать, нашим фармам новых маячков. Что там с них падает и так далее. И, в принципе, наверное, всем пока. Всем удачи. Подписывайтесь. Ставьте ваши большие пальцы вверх. И оставляйте ваши комментарии. До скорых встреч.